девочки вытягиваем себя из вот этого тяжелого душевного и эмоционального состояния жизнь это каждодневная борьба это раз во вторых никому вы не нужны со своими проблемами не вы не я никому мы не нужны ни родителям не детям у них свои какие-то проблемы свои задачи в принципе человек должен в первую очередь ориентироваться на себя он никому не должен вообще помогать в первую очередь и фокус на себя а потом уже по остаточному принципу уже кому-то помочь если у него есть на то ресурсы а так мы по сути даже не имеем права на кого-то обижаться если нам кто-то не помогает это разве что разве что в отношениях можно там что-то требовать в смысле отношения между мужчиной и женщиной можно требовать какой-то помощи поддержки а так человек одинок в своей жизни несмотря на то что мы социальные животные и мы нуждаемся в какой-то группе в каком-то обществе мы нуждаемся вот мы должны быть причастны какой-то группе какому-то обществу но тем не менее по большому каждый из нас одинок а ребенок приходит в этот мир один на один во время рождения он претерпевает свою какую-то борьбу когда он проходит по этим родовым путям для этого ребеночка это огромнейшее испытание это темно это тесно это перепады давления это хорошо если все идет хорошо по плану а когда асфиксия происходит да вот пуповиной то есть это пуповиной обматывается удушение происходит это же еще ребенок дополнительное несет какую-то нагрузку он еще не пришел в этот свет в этот мир но уже он какую-то борьбу свою ведет малюсенькая вот 50 сантиметров до когда умирает человек он тоже один на один со своей смертью это большая редкость когда человек умирает вокруг в кругу своей семьи у кого-то на руках я думаю это люди благословенные если они умирают у кого-то на рук на руках или в кругу семьи что его провожают в путь да скажем это какие-то благословенные люди но это тут тяжело пас тоже поспорить можно потому что бывает что тяжело умирают у кого-то на руках но в большинстве случаев человек сам уходит из этой жизни он один на один со своей смертью никто его не провожает вот он приходит один и сам и уходит и на протяжении жизни я думаю каждый из нас одинокий каждый из нас несет какую-то свою личную трагедию давайте посмотрим мужчина он вообще осознает какую травму он вам нанес что он с вами сделал загаданный мужчина ты вообще осознаешь ну давайте для начала вот он сейчас и он кто что он ощущение у мужчины такое что хочется вот вас ну скажем прямо в кусты затянут вот знаете вот как раньше когда вот и не знаю или это было в молодости или может быть когда-то вы встречались вы уже на тот момент были не молоды но тем не менее был у вас такой период что вот такая романтика может быть вы где-то много путешествовали на природе может часто бывали вот здесь именно картина такая картина маслом полюбуйтесь да может быть вот на природе вы часто бывали вот у него сейчас такое желание кинуться опять в какую-то романтику бросить все и вся опять почувствовать вот этот дух свободы что хочу то и ворочу это же его так прекрасно проснуться где-нибудь в палатке умылся росой в казанке там что-то приготовил это же такая романтика свобода тотальная не нужно ни о чем думать ты свободен от каких от какой-либо ответственности да вот как этот музыкант работ труба дур он у вас что музыкант какой-то может быть стихоплет если он конкретно на каких-то музыкальных инструментах не играет то вообще вот такое душевное у него состояние вечно вот вечно молодой вечно пьяный как стоит такое вот студенческое настроение денег нету но зато романтики хоть отбавляй но в принципе а что такое деньги до в гроб их собой не заберешь и что тоже есть интереснее в этом мире да когда когда вот дух захватывает когда кровь бурлит когда адреналин и шарашит по мозгам ну это же вообще тоже так сладко это же так упоительно когда вот мурашки не мурашки у кого-то может быть и мурашки когда вот эти бабочки в животе такое вода томительное ощущение когда вы тоже от страсти сердце заходится да ну понятно но кто бы спорил конечно это все сладко упоительно как упоительным в россии вечера да почему в россии почему в россии так но эта женщина уже сейчас не позволит так чтобы вот по кустам а где-то шарится до шарится вот этих вот палатках недорогое когда-то да когда-то мне было да вот мне было это интересно такой формат отношений но не сейчас то not now not today сейчас эта женщина вот о которой он рассказывает она себе уже цену знает она то уже такая что она требует к себе уважительного отношения уже вот так просто там вот эти вот встречания на голым энтузиум на голым энтузиуме уже не прокатит да вот с ней уже не пройдет вот этот номер что гол как сокол на рассказал красиво спел и она твоя нет она сейчас уже такая тертый калач может быть она конкретно вот этого мужчину уже посылала и не раз то есть он понимает что ну она сейчас уже такая женщина знает себе цену может быть уже также имеется ввиду что кроме него эта женщина еще кого-то посылала то есть у нее этот опыт не единожды уже такой печальный опыт в личной жизни да уже с кем-то до него кроме него еще пришлось и ей распрощаться под зад пинком то есть уже она в этом деле такая вот опытная скажем да это у нее не не один такой случай когда ей пришлось и мужчину жестко вот как-то посылать расставаться как-то жестко или не жестко но в любом случае приходилось уже с кем-то расставаться кроме этого мужчины она такая здесь уже она как змеи искуситель что ты еще расскажешь мужчина так это другая женщина пошла другая с другой женщины тут что-то у него как какая-то стагнация как холодные отношения ссоры идут какое-то взаимное вот непонимание взаимные претензии ревности что это за женщина вот это вот которая вышла он он от нее сбегает уходит от нее ощущение что уже эти отношения не приносят удовлетворения не приносят какого-то счастья хочется вот допустим там переспал с ней и хочется как можно быстрее ускользнуть убежать от нее как уже в болоте эти отношения что за женщина о чем речь идет но какие-то довольно уже стабильные устоявшиеся отношения что ли да что это за женщина покажи конкретно так но не говорит кто это прямо жена не жена просто вот говорят о том что так вот другая женщина вышла вот с ней и у него какие-то вот уже стабильные отношения которые как-то поднадо поднадоели что ли конфетно-букетный романа романа период прошел отношения перешли в стадию уже такую знаете вот уже когда постоянные отношения уже как-то страсти улеглись и устаканились и ему вдруг стало скучно а почему скучно потому что он такой что ему нужно постоянно вот этот кайф вот этот драйв как на качелях ему нужно постоянно вот какой-то острые ощущения когда накал страстей тут и в прямом смысле может быть мужчина любитель бдсм какого-то такого жесткоча в сексе или имеется ввиду что вообще вот ему нравится когда отношения такой не имеют характер когда вот например эмоциональные качели холодно жарко далеко близко когда-то он приближается к партнерше то потом от нее отстраняется то он с ней прям такой весь страстные то потом демонстрирует свой холод какой-то такое вот неподступные то есть и таким образом он подогревает постоянно отношения вот он нуждается в этом спокойные отношения это не для него когда для него вот когда все спокойно у багдаде все спокойно тихо мирно для него это носит характер как будто бы какое-то вот болото как будто бы любовь прошла страсти нету для него показатели любви это когда страсть когда адреналин шарашит вот это показатель что значит любовь есть взаимная значит я ей интересен интересен и она мне тоже интересно но когда все так вот тихо мирно полюбовно спокойно без вот этих качелей без каких-то вот выяснение да без вот этих убеганий потом опять ушел и пришел вот так ему кажется что любовь прошла ему скучно и поэтому он всегда стремится вот поддерживать интерес таким образом вот эти качели постоянно устраивает чтобы постоянно был какой-то накал страстей с ревностями с выяснениями понимаете чтобы его ревновали чтобы он тоже ревновал он нуждается вот прям у него есть такая необходимость чтобы женщина тоже себя так вела вот периодически то приближалась то отстранялась чтобы он тоже ее ревновал он в этом нуждается когда женщина себя ведет ну относительно спокойно без вот этих качелей она для ему перестает быть интересно она ему кажется что она какая-то вот скучная с ней нудно ну вот какое такое извращенные понятия вообще в психологии это называется тревожно избегающие типы привязанности когда когда становится все спокойно человек чувствует тревогу тревогу что ну как я сказала любовь прошла поэтому чтобы вот ощущать постоянно вот эту влюбленность как ему кажется он избегает 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 ответственности избегает там каких-то разговоров важных избегает принятия решений так хорошо вот с этой с другой женщины у него сейчас такие отношения да так хорошо понятно но так он и не говорит что это за женщина ну отношения отношения но жена этой леса жительница вот конкретно я прям не могу сказать но живут под одной крышей может быть просто встречаются ну какая и сожительствуют или вот когда временно временно там допустим а номер сняли время на поэтому провели где-то вместе время хорошо давайте у него расспросим а он вообще осознает вот насколько он с вами поступил но судя вот по этим картам мужчина сейчас и у него ему есть чем заняться да тут у него свои страсти а вот по отношению к вам так давайте возьму другую колоду он осознает вообще как он вас уничтожил как вам тяжело было когда он с вами вот такая мерзопакостно поступил осознаешь ли ты вообще это женщина стабильная свободная дух у него такой свободный стремится всегда к лучшему к лучшему в отношениях к лучшему в работе вообще по жизни до стремится всегда вот улучшать что-то улучшать свой вид улучшать и интерьер я не знаю место жительства вот где она живет то есть тут тут у нее все прекрасно вокруг нее она сама прекрасная красиво одета прическа вещи вокруг нее прекрасные какие-то вот с вензелями что-то вот как старинное такое это слово забыла когда старинные вещи как они называются старинные вещи блины теперь не успокоюсь ладно старинные вещи может быть вот антиквариат вот вот это слово может быть любительница антиквариата то есть вот что-то такое что имеет связь с прошлым вот есть у нее тяга связь с прошлым вот сто лет назад 200 лет назад вот эта эпоха ее привлекает может быть даже вот стиль нравится вот тех времен или вот как от какие отношения были в те времена как себя мужчины вели но на он осознает конечно хотя и по дьяволу привязанности тут у него привязок очень много страстей но он это прекрасно понимает ну каждый человек в душе какой бы он подлец не было все равно же ему его совесть подсказывает говорит что где и как и с кем он себя повел неправильно совесть это же что это голос голос и ангела-хранителя голос бога бог с нами разговаривает через нашу совесть и душа с нами даже не бог а душа совесть это наша душа и какой бы тот подлец не был до погряз в этих своих злодеяниях душа же все равно ему говорит где и с кем он неправильно поступил конечно прекрасно он осознает осознает но вот знаете почему он с вами под так поступил потому что тут у него есть зависть к вам потому что он понимает что он до вас где-то дотянуться не может и никогда не дотянется вы для него такой персонаж вот знаете хотя бы и были вместе но все равно он то понимает что вы абсолютно на разных уровнях хотя бы и были вместе хотя вы его и любили очень сильно но все равно наоборот вот это ваша такая сильная высокая любовь вас еще больше повышала да вы еще больше становились и вы ну то есть вы еще выше становились вот это ваша любовь она вас же и делала еще выше еще силь светлее еще более облагораживала и он это прекрасно понимать что он до вас и и когда вы вместе были он не мог до вас дотянуться а сейчас и подавно завистью к вам очень большая да вот нарциссы вернемся к нарциссам они же почему себя так ведут потому что каждый из них в душе ощущает себя ущемленным и что он ущербный не ущемленный а ущербный правильно было бы сказать поэтому он вот этих своих жертв доводит из чувства зависти вместе вот чтобы ты почувствовала тоже вот как нет плохо вот чтобы ты оказалась в этом в этой грязи и он видит вот эти страдания своей жертвы он успокаивается что ни одного мне плохо вот и такая да вся правильная вся ты такая чистая высокая и умеешь искренне любить а я не могу это делать я не могу так искренне любить и он не может себе в этом признаться не может вам сказать и как не с тобой повезло вот и искренне ты такая искренне ты умеешь искренне любить и ты можешь быть верной как не с тобой повезло я например я не могу так любить он не может в этом признаться для него это равносильно как какое-то вот личное личное поражение что ли показать свою слабость признать что он хуже вас нет ему проще втоптать вас за грязь за за толкать вас под плинтус на свой уровень чтобы вы были вот и из этого опустить вас сюда и и тогда уже как на равных можно уже с вами хоть как-то взаимодействовать на равных а также он на себя постоянно чувствовал ущербным рядом с вами понимаете вот отсюда вот это его было и поведение такое потому что он вам завидовал он бы тоже так хотел но он не мог у него поражен мозг нарциссизм это патология мозга отсутствие не развита лимбическая часть мозга что такое лимбическая часть мозга эта часть отвечает за искреннюю любовь и за сопереживание он в принципе этого лишён понимаешь ли ты насколько ты вот растоптал и он конечно понимает да он это делал осознанно чтобы вы оказались на его уровне а только в он вот это вот эту грязь и душевную какую-то грязь и низость какую-то свою он внутри ощущает а вас он физически грязь втоптал то есть это такая вот компенсация да то что я чувствую у себя на душе я хочу увидеть это на физике как другой страдает я хочу это прям увидеть да вот этот жажда вот этой жажда чужого страдания я хочу не просто догадываться догадываться что друг другому плохо я хочу это увидеть я хочу это лицезреть что как другому сейчас как он как она страдает сейчас вот такое вот какое-то ненормально знаете вот какая хищника добивает свою жертву вот как кошка играет с мышкой она уже там по сути мертвая но все равно она с ней еще играет вот это вот хищническая такое вот там жажда как можно больше вот поиграть с этой своей жертвой и она же ведь вот кошка она же ее не съедает сразу она уже с мертвой может быть еще какое-то время она может с ней еще играть она уже мертвая но она может продолжать с ней играть вот ее толкают вот эти инстинкты хищнические и здесь также как можно дольше вот там понаблюдать за вот этой агонии и смерти своей жертвы хочет мужчина нарисоваться ну конечно вы же нам на ноги встали надо же привет передавать надо же напомнить о себе как это так чтобы вы опять взяли инициативу в свои руки опять стали возрождать ваши отношения которые уже мертвые чтобы вы опять и стали реанимировать чувства которые уже мертвые он прекрасно понимает что отношения ваши не имеют никакой перспективы он знает что у вас с ним ничего не будет но хочет да вот вернуться опять взять свое опять вас уничтожить по 2 или по 3 или по 10 разу толкает его вот эти его личные демоны толкают человека никогда не успокоится это его такая вот личная трагедия он всегда будет гоним вот этой своей ущербностью размазал одну жертву расправился с ней ищет другую если это если прошлое и посчастливилось встать на ноги как-то возродиться он будет к не возвращаться и здесь речь не идет о том что у него любовь проснулась или он там что-то осознал что-то понял нет человек хочет вернуться чтобы опять вот и закрыть свой гештальт то есть для него как будто бы вот тема не закрыта как ты еще жива как так до вернуться и еще раз подосрать втереться в доверие опять вот заново на начать этот цикл втереться в доверие льстить вербовка и опять утилизация по своему стандартному шаблону вот и вся причина почему такие мужчины возвращаются тут конечно есть такие две точки зрения даст научной точки зрения с психологической точки зрения вот психология так объясняет что возвращается к своей бывшей жертве только в том случае если она встала на ноги если она сумела сама себя или ну не важно с помощью кого но она смогла восстановиться вернуть и себе прежнюю силу опять войти в ресурс тогда нарцисс возвращается чтобы что опять же ею попользоваться но вот как часто говорят карты до тарологи что это пока по карме по судьбе он должен вернуться чтобы вот как будто бы как признать вас и таким образом свою какую-то карму отработать но я склоняюсь к тому что такие люди никогда в принципе не меняются если они приходят там и говорят вам что-то якобы да вот он осознал и мне очень жаль и я хочу вот опять начать все сначала я убеждена что это все вот такой вот сахарный период опять опустить пыли в глаза вести свою жертву вот эту вот какую-то аману усыпите бдительность и когда она полностью уже расслабиться когда она ему поверить что люди может и правда может и правда человек что-то осознал но мало ли да она его прощает по своей душе по своей доброте душевной потому что эмпатичная потому что сопереживающие потому что не лишена вот этого чувства чувство сострадания сопереживания да вот как я сказала вот ну действительно но мало ли да ну вот было такое было было да ну вот он же пришел да извиняется значит же действительно он что-то осознал но нет это все только вот замыливание когда вот она расслабляется теряет вот эту бдительность он видит что она ему опять верит она ему опять открыто он наносит очередные удары я убеждена что только по этой причине возвращаются как показывает практика моя личная наблюдение за другими судьбами ни одного я еще не видела такого нарцисса который бы действительно сожалел и искренне менялся нет гоним этими своими бесами ему не спокойно на душе завидует вам очень сильно то есть им несмотря на то что как вам тут пришлось себя заново по частям собирать по частям вот просто до сшивать заново вот создавать личность потому что вы настолько вот разорваны были как будто бы вот потеряли себя какая я что я хочу вам пришлось заново вот лепить свою личность такой трэш и вам пришлось пройти да вот подняться с этого днища не смотря на то что вы с этого днища поднялись что вам пришлось пережить он он тем не менее вам все равно завидует вы понимаете тут вообще нету ни капли сострадания ни капли какой-то вот какого-то сожаления как он с вами поступил а наоборот его это еще сильнее бесит что вы смогли подняться из вот этого ада из вот этой грязи не стать еще лучше была бы его воля вот если бы вы его подпустили он бы с вами опять так поступил чтобы вы плакали вот этими кровавыми кровавыми слезами понимаете человек под сущностями у это безнадежно это безнадежно астуда что за студа на него что какую-то студу делали карта вышла студа еще что ты расскажешь мужчина говорит закрыты у него сейчас дороги ничего вот не развивается как ступорим пьет женщина рядом с ним вот которая тоже пьет выбрал он ее когда-то до выбрал были такие надежды на нее возлагал но ошибся потому что эта женщина мне ресурсная поэтому они там сидят оба и пьют он не может от нее взять то что что он брал от вас именно вот этой душевной теплоты он не может взять вот этой энергетики такой целебной энергетики которая напитывает которая вдохновляет она тоже лишена вот этой энергетики вот этих ресурсов вот поэтому собственно они там и сидят на пару кукуют и поэтому он и разочарована в своем выборе потому что понимает что где вы где она вы разные да когда-то он на нее соблазнился когда-то на ему показалось чем-то привлекательным ну ума нема считая коллега понимаете вот уже на примере вот этой женщины вот с которой он сейчас на примере ее вот он у него сейчас есть возможность сравнить ее и вас и вот на ее фоне на ее фоне он теперь понимает кто вы что вы из себя представляете раньше водка пока вот он с этой женщина не связался он как будто бы вот в полной мере не понимал что насколько вы ресурсная но сейчас вот на фоне вот этой женщины которые абсолютно ничем не может человека наполнить он понимать что ну вы вообще даже рядом не стоите ну кто она ну кто что она может здесь дать на какой-то секс такое временное удовлетворение да что она может дать ну какую-то жизнь такую беззаботную в плане безответственную там где она его они подталкивает постоянно не заставляет там работать не заставляет брать какую-то ответственность не не толкает его постоянно вот каким-то достижением а вот живут вместе чем богаты тем и рады да вот только это она может ему дать вот какую-то такую беззаботную безответственную жизнь ну все равно это же не наполняет наоборот это еще больше расхолаживает он еще больше рассобачивался да есть такое слово рассобачивался еще больше такая же вот жизни беззаботная безответственная она же действительно человека еще больше вот расхолаживает мы должны постоянно себя держать в тонусе для этого мы должны себя постоянно держать в рамках да мы должны по жизни делать то что мы хотим но в мерах разумного какие-то рамки какие-то ограничения должны быть они вот здесь оба живут и без вот этих рамок что хочу ту его врачу вот эти вот бдсм вот эти вот какие-то оргии может быть и она его не заставляет работать не заставляет там как-то не знаю стремится там ремонт сделать крышу поправить забор поставить то есть вот так вот абсолютная вот ловим и кайфушки по жизни а это же тоже все такое приходящее уходящее это не дает человеку такого полноценного счастья что я в этой жизни что-то из себя значу я что-то представляю из себя в этой жизни а не просто вот существую как этот череп до череви же тоже размножаются они там что-то водка пошатся едят и цели какой-то определенное нету да вот какой-то высокой цели как это череп а вот истинное такое удовлетворение по жизни счастье наполненности дает и что-то высокое до стремление к чему-то цели какие-то да когда вы это вместе делаете когда вы стараетесь сохранить ваши отношения когда вы работаете надо благом вашей семьи надо материальным обеспечением да чтобы мне было хорошо и тебе вот мы вместе это все сделали и мы счастливы от этого до человек получает какое-то душевное удовлетворение что я не просто существу я живу я что-то творю в этом мире да вот я вижу плод моей работы они так вот бесплодно живот ну они катятся просто к развалу даже если они останутся вместе в любом случае тут какая-то идет такая вот тотальное вот ощущение какой-то вот как грязи какой-то беспросветные мглы беспросветного вот без бесцельного какого-то существования очень много так людей живут очень много вот они живут просто даже но не живут а существуют так тут вам говорят дорогие на через подарок вам что-то подкидывали насмерть поэтому будьте осторожны к себе близко не подпускайте а вы душа открытая искренне я вот от кого-то ус услышали доброе слово и вы уже этого человека готовы впустите в свою жизнь в свой дом а люди живете очень пиступ не еда да вот говорят будьте на защите своего дома что уже так близко не подпускайте к себе все такой для вас был расклад я вам желаю здоровья душевного и физического вам